2020 год сложно во всех смыслах и пандемия не могла не отразиться на расходах городского бюджета. Часть средств пришлось направить на обработку остановок, транспорта, подъездов. Без помощи федерального и краевого бюджетов город бы не выстоял. Оказанная из вышестоящих бюджетов помощь свыше 8,4 миллиардов рублей позволила городу развиваться. В результате доходная часть достигла величины 16 миллиардов 400 миллионов рублей, превысив уровень 2019 года почти на 8%. Расходы за прошлый год составили 16 миллиардов 100 миллионов рублей и в 2021 год Барнаул вошел без кредитов, пояснил Вячеслав Франк. И несмотря на трудности ковидного года, нацпроекты реализованы в полном объеме. Я думаю, нам стоит с вами гордиться реализацией таких национальных проектов, как образование, демография. Вот давайте только вспомним, было введено в эксплуатацию две школы, пять детских садов. Кроме того, сегодня мы уже возводим две школы, вот одна из них в микрорайоне «Спутник» и четыре детских сада будут введены в эксплуатацию. Благодаря комфортной городской среде Барнаул становится зеленее. Началось восстановление парка «Изумрудный», направленный деньги на создание сквера на востройках на пересечении улиц Взлетная и Ускова. Разрастаются и жилые кварталы. В 2020 году в эксплуатацию сдано 547 тысяч квадратных метров жилой площади. Плановые показатели достигнуты в полном объеме. Барнаул входит в тройку лидеров по темпам роста, обеспеченности жильем в Сибирском федеральном округе. 80% домов строятся по договорам долевого строительства. По мере возможности городские власти решают и проблему аварийных домов. Их в городе 224. Из них 157 будет расселено за счет средств бюджета всех уровней. При этом расселение 67 домов, признанных аварийными после 2017 года, пока не обеспечено финансированием. Это потребует 3,5 миллиардов рублей. Без поддержки краевого правительства город не справится с этой задачей. Оппозиционеры хоть и высказывали свои замечания, в целом же большинством голосов годовой отчет градоначальников приняли. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком.